Всем привет, с вами Прио. Дополнение Shadowlands хоть и отложили, но припатч будет 14 числа. Это точная официальная дата, все нормально касательно этого и все будет замечательно. Нас ждет измененная прокачка, нас ждут измененные таланты, измененные способности. Сегодня мы поговорим именно о прокачке. Будет введена новая фишечка под названием Время Хроме. Время Хроме позволит выбирать контент для прокачки. Как мы знаем, у нас много дополнений уже вышло в игре и каждые дополнения специфичны по-своему. Где-то качаться проще, где-то тяжелее, ну и само собой, где-то мы будем качаться дольше, где-то медленнее. Я посидел немножко, попереводил весь этот текст и потихонечку зачитаю вам. Также различные личные мнения выскажу касательно всего этого. Поехали, первые 4 строчки. Shadowlands переживает сплющивание уровня, но благодаря добавлению Время Хроме также вводятся новые подходы к повышению уровня, позволяя игрокам выбирать дополнения, которые они захотят и проходить через полностью масштабируемый исторический опыт. Итак, тогда представлены 7 различных вариантов дополнения. Какое из них самое быстрое, а какое подходит вам? Ищите ли вы максимально быстрый маршрут или расслабляющую прогулку по перегулку ностальгии? В грядущем дополнении есть вариант для каждого, кто придет в игру. Какой тут русский язык? Сложный, конечно. Окей, следующие 4 абзаца, 4 строчки. Хотя самые быстрые рекорды были менее 4 часов, в ходе бета-тестирования Shadowlands был внесен ряд изменений нацеленных на это время, от полного пересмотра бонусов от наследуемых вещей до понижения бонусного опыта за дополнительные цели. Обычный игрок теперь может рассчитывать на то, что продвинется с 1 до 50 уровня примерно за 12-24 часа, в зависимости от дополнения. Хотя тот, кто быстро прокачивается, все еще может уменьшить это время с помощью правильного планирования и широкого использования зачарований, расходных материалов и других оптимизаций. Окей. Да, это верно, абсолютно. Самые первые прокачки, скажем так, были менее 4 часов. Наследуемые вещицы полностью поменяли, теперь там сет-бонус имеется, то есть видосик есть по этой теме в плейлисте по Shadowlands, можете глянуть. И касательно нерфинг-бонус объектов, если рассмотреть карту Дренора, там есть скрещенные мечики. В них, в этих локациях, в этих точках, при выполнении всех условий давали просто кучу опыта. Теперь просто уменьшили. И, само собой, да, тот, кто использует чарки, кто является опытным игроком, тот, например, прокачается быстрее. То есть будет не 12 даже часов, например, в Дреноре тусить, 11, 10, а может и то меньше. Окей. Эти три строчки просто говорят нам о том, что можно воспользоваться вот этими двумя ссылочками, которые находятся под центру, с целью того, чтобы ознакомиться с, так сказать, различными типсами, триксами, то есть с различными фишечками для усиления своей прокачки. Хотите, ознакомьтесь. Вот. Ссылку на саму всю эту статью я оставлю в описании, то есть можете сами посидеть и почитать. Перейдем к дополнениям. Warlords of Draenor. Первое дополнение, которое тут рассмотрено, самое быстрое касательно прокачки. Что касательно перевода. Поехали. Симулятор Warcraft 3, которого никогда не было, предлагает удивительное количество преимуществ для повышения уровня между пятью плотными зонами квестов, способностями гарнизона, сокровищами и бонусными целями, а также автоматически разблокированными полетами. Раньше с целью того, чтобы летать в Draenor, нужно было сделать ачиву на полеты. В дополнении Shadowlands в Shadowlands можно будет летать в Draenor и в Легионе просто так. Это замечательно. Бонусные цели были настолько прибыльными, что недавно их ослабили, но Draenor остается самым быстрым прокачиваемым контентом. В качестве дополнительных бонусов есть также много редких мобов, из которых вам могут выпасть игрушки, трансмагрификация или даже ездовые животные. Знаете, увидеть на прокачке темный портал, зайти в него и лутануть когтя темной бездны, это будет такая удача хорошая. Да, это факт. Прокачка на Draenor очень быстрая. Квистов уйма, способности различные помогают бить мобцов, и можно просто бегать с сокровища лутать. Серьезно. Это нормальная тема для прокачки, нормальный способ. И да, я согласен с тем, что Draenor на первом месте. Переходим дальше. Легион. 14 часов. Первое предложение довольно-таки интересное, но окей. Расколотый берег — это оболочка самого себя, поскольку главная достопримечательность в дополнении давно исчезла. Первая половина меня вообще смущает при переводе, но окей. С сожженными артефактами и отключенными легендарными предметами в дополнении нет особой привлекательности. Как, например, в случае использования азеритовых доспехов или создания гарнизона, что оставляет легиону очень простой опыт выполнения квестов. Сценарий тяжелой истории, когда вы собираете свои теперь бесполезные артефакты, немного замедляет его, но предлагает множество тех же улучшений, что и Draenor, а именно сокровища, бонусные цели, довольно плотные зоны квестинга, что в целом может создать положительное впечатление. Легион — хорошее, замечательное дополнение, и это правда, то, что в тот момент, когда мы делаем на текущий уже момент бесполезный артефакт, мы тратим хорошее количество времени. Мы не получаем ничего полезного, например, в BFAM мы получаем азеритки, в Draenor мы получаем гарнизон, обилочки гарнизона, которые помогают нам качаться, то есть, ну, такое типа, ну, средненько, окей. Далее, Battle for Azeroth потребует 16 часов для прокачки. Разбираемся, почему. Battle for Azeroth на самом деле не является частью времени хроме, поскольку в настоящее время считается стандартной сюжетной линией, ведущей в дополнение Shadowlands, хотя на самом деле это один из лучших событий в принципе. Это не только самый современный опыт, охватывающий годы улучшения качества жизни и оптимизации, что означает гораздо меньшая трата времени, потраченного на блуждание между квестами. Также предлагаются азеритовые бонусы, бонусные цели, имеется хорошая плотность, имеется в виду мобов и квестов, и довольно увлекательная сюжетная линия. Тем не менее, это также самая последняя сюжетная линия, которую постоянные игроки, возможно, видели уже не один раз. БФА у всех просто в печенках сидит, оно многим надоело. Квеститься там еще раз будет не каждый, но все-таки вышеперечисленное отдает, скажем так, некую дань уважения этому дополнению. Касательно улучшения качества жизни, что имелось в виду? Квесты рядом, все понятно, все замечательно, все классно, нам не нужно делать долгие квесты, линейные хорошие цепочки, то есть легкий квестинг, просто-напросто. Поэтому делаем квесты, сдаем квесты, получаем опыт, с этого имеем быструю прокачку. Ну, какая-то такая мысль, я надеюсь, вы поняли. Мисс Сов Пандария, Туманы Пандарии, также затребует 16 часов для прокачки. Пандорены не шутят, когда говорят, притормози, так как потребуется немного больше времени, чтобы пройти через диалоги, тяжелые сюжетные линии по всей Пандарии. Но играть веселую ферму по-прежнему очень весело. Хотя, нам и не предлагается особых стимулов, красивая атмосферная Пандария и отличная музыка могут быть очень расслабляющими, что, по крайней мере, может создать приятные впечатления. Все-таки в игры мы играем ради того, чтобы ими наслаждаться. Правильно? Правильно. Поэтому приятное впечатление – это немаловажный фактор. Пандария – хорошее дополнение. Мелодичная музыка в нем, эйфовая, зоны открытые, такие светлые прям. В них реально приятно качаться, это факт. И качаться в Пандарии, я думаю, многим понравится. Многие люди будут выбирать Пандарию на фоне вообще всего-всего другого. Ну, то есть, например, окей, ладно, Дренор там будут выбирать люди, которые захотят быстро прокачиваться, но, наверное, Пандарию будут другие игроки выбирать. Большинство, как мне кажется. Дополнение Катаклизм потребует 20 часов. Прокачка Катаклизм включает в себя обновление Восточных Королевств и Калимдора, но, несмотря на обновление опыта, они начинают показывать свое возрастание, отсутствие согласованной структуры вознаграждения от зоны к зоне означает, что вы будете очень полагаться на свои наследуемые вещи, а частое перемещение из зоны в зону может немного замедлить процесс, хотя для некоторых ностальгия может стоить этого. К сожалению, если вы хотели прыгнуть прямо сразу в Подземья, Ульдум и другие зоны Катаклизма, вас ждет разочарование, так как они открываются только к концу, и вряд ли вы проведете в них достаточно много времени, прежде чем достигнете 50 уровня и выгрузитесь. Как я говорил ранее на 50 левеле вас просто выкинет из той локации, в которой вы находитесь, обратно в Штормград или Аргримар, то есть, собственно, где вы поговорили с Фроми, к какой фракции вы относитесь. И то есть, что получается? Да, мы там бегаем, да, делаем квестики, что-то делаем, какие-то мутки мутим, и что толку? И то есть, все слишком грустно в Катаклизме, это факт. Да, обновленное Восточное Королевство, да, обновленный Калимдор, обновленные локации, обновленные квестики, ну и что, типа, такое себе. Топ-3 с конца. Гнев Короля Лича. 24 часа для прокачки. Нордскол это холодное и пустынное место, в котором прокачка идет насмерть. Она мертвая там. Хотя, это одно из самых популярных дополнений, оно почти такое же дряхлое, как и скелеты, которых вы будете убивать, с некоторыми сильно устаревшими механиками. А имеется в виду, попрощайтесь со своими специальными кнопками действия. Сделайте далеко находящий квест. Приготовьтесь обыскать сумки с целью поиска квестовых итемов. Потратьте 10 секунд на 30-секундную перезарядку какого-то предмета. Ну а также вам придется пристегнуться на долгое время. Действительно, прокачка долгая. 24 часа заявленных. Если вам нужны только элементы истории, это на самом деле один из наиболее последовательных событий в игре, поскольку почти все вращается вокруг титульного Короля Лича. Но также вполне возможно достичь 50-го уровня, прежде чем вы доберетесь до более мясистой части сюжетной линии в самой Ледяной Короне. Как говорилось ранее, вас просто выкинет обратно в Штормград или Аргримар на 50-м уровне. Мы просто можем не дойти до Ледяной Короны. Мы поквестимся в Борейской Тундре, в низине там Шолазар, в еще каких-нибудь других локациях. И все. И мы не дойдем до Ледяной Короны. Это грустно. Последнее оставшееся дополнение Бернин Крусейд. 24 часа, так же, как и на Гнев Короля Лича тратится. Как и Нордскол, за пределье представляет собой время, когда не произошло всех улучшений качества жизни, которые можно было увидеть в более поздних дополнениях. Зоны широкие, обширные, но в то же время пустые. Поэтому игроки проводят очень много времени, путешествуя просто туда-сюда, чтобы развлечь неигровых персонажей. Сделать это адски утомительным по сравнению с более современными христами. То есть, что получается? Да, все верно. Зоны большие, например, полуостров адского пламени, если глянуть, и нас могут отправить с одной точки карты в другую. Мы получим мало опыта, мы просто будем бегать туда-сюда и реально развлекать неигровых персонажей. Грустно, грустно. Что я могу сказать, если буду качать какого-то персонажа, какого-то твинка в Шэдоу Лэнсе? Я, наверное, выберу либо Пандарию, либо Дренор. Смотря, хочу я кайфануть от прокачки, как веститься в Пандарии, либо я хочу быстро прокачаться, то есть в Дреноре. Одно из двух. Другие дополнения, ну, мне как-то не особо нравится при прокачке. Легион? Да, все верно. Много времени потратиться на артефакт бесполезный. БФА? Надоело. Катаклизм? Это, можно сказать, первое мое дополнение, которое я встретил. Да, тряхнуть стариной, вау, круто, ну, такое себе. Вот ЛК и Бернинг Крусейд вообще не привлекают. Все верно расписано, все верно рассказано в статейке. Ну, и перевод я тоже хороший оформил. Надеюсь, вам понравилось это все слушать. Что можно еще сказать? Ссылки в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok